Анатолий Михайлович, Вы работали и в исполнительной власти, и в законодательной, и вновь в исполнительную пришли. Вот такая рокировка, она на пользу идет? Работая в исполнительной власти и придя в законодательную, ты на многие вещи смотришь по-другому. И в разработке тех или иных законопроектов ты уже пользуешься тем, что было наработано, что нужно там, на местах. Когда президент общался с Вами в Могилеве, прозвучала фраза о том, что больше необходимо приносить ответственности, так сказать, центра принятия решений на губернаторов. Как это может работать и готовы ли Вы нести вот этот груз ответственности? Ну, это, безусловно, будет работать и должно сработать. Условно говоря, взять небольшое поселение, там 100, 20 или там 30 домов, неважно, сделали колодец. Если говорить для Минска, ну, какое-то событие, а для этой деревни это плюс. Провели водопровод. 30 метров. Опять же, в масштабах страны, ну, это не о чем. Для людей это благо. Сделали остановку и так далее. Я просто на таких вот мелких примерах хочу показать, что принятие решений, оно надо всегда, чтобы не исходила инициатива снизу. Что надо людям в первую очередь? Такие решения надо принимать. Могилевщина не была в последние годы лидером в стране, но совершенно очевидно, что она серьезно прибавила. Особенно за счет вот этого особого внимания, на мой взгляд, к юго-востоку этого региона, на что вот неоднократно обращал внимание президент. Как намерены прибавлять, ну, или хотя бы удержать эту планку? Ну, во-первых, надо отдать должное бывшему уже губернатору Могилевской области. Он сделал немало, особенно в социальной сфере. Любое новое назначение предусматривает то, что должно не то, что удержаться, оно должно идти поступательное движение вперед. Конечно, я настроен на это, я нацелен, но надо четко понимать, что это можно сделать только совместными усилиями. Инвестиции – важнейший вопрос. Куда будете вкладывать деньги, где брать? Ну, были бы деньги, куда вложить, мы найдем, безусловно. Но в любом случае, опять же, здесь надо подходить комплексно и аккуратно. Основные реперные точки на Могилеве? Основные реперные точки, ну, во-первых, это юго-восток, да, те преференции, которые даны указом главы государства по развитию. Конечно, это хороший карт-бланш для инвесторов. Второе, опять же, мы уже изучаем комплексы, чтобы найти точки именно роста для этого региона. Либо это будет деревообработка, либо это будет промышленность, либо это будет сельское хозяйство. То есть наработки есть, но надо сегодня аккуратно с ними поработать, для того, чтобы это было выгодно и государству, и инвестору. Всегда ли законы, которые принимаются в парламенте, в обеих палатах, работают на местах? И вот вы-то теперь, так сказать, на уровне региона можете столкнуться с работающими или неработающими законами. Но нам удалось, это к вопросу о законотворчестве, свести к минимуму брак. Вот, ну, будем говорить, в этом производстве. Те законы, которые принимаются, работают практически на 100%. Единственное, жизнь не стоит на месте. И то, что сегодня принималось, и то, что сегодня было актуально, буквально через полгода, год, оно меняет актуальность, или, вернее, надо чуть-чуть уносить изменения. У некоторых складывается мнение, что вот все депутаты или сенаторы дружно голосуют. На самом деле это далеко не так. Прежде чем законопроект вносится на голосование, он проходит очень большую стадию. И прежде чем он дойдет вот до этого зала, где уже будет принято окончательное решение, идут большие споры, идут большие дебаты, работает масса людей. Но, во всяком случае, у нас не дерутся, как в украинском парламенте. Когда дерутся, это уже последнее. Когда у человека нет аргументов, нет понимания, вообще нет сознания. Драка – это удел слабого человека, если только не на ринге. – Анатолий Михайлович, по поводу конституционной реформы предстоящей, есть ощущение, что Всебелорусское народное собрание станет все-таки коллективным органом управления страной. Точку, безусловно, поставят белорусы на референдуме. Какое у вас ощущение? Вот этот самый орган управления, коллективный орган, станет такой своеобразной, что ли, подушкой безопасности для нашего государства? – Всебелорусское собрание, в принципе, на протяжении много лет, а у нас уже было шестое Всебелорусское собрание, показало свою эффективность, даже в том виде, в котором оно проходило, где определялась стратегия. А ведь это самое главное. Потом можно накладывать все остальное. Я глубоко убежден, что если будет придан статус конституционный Всебелорусскому собранию, это будет таким хорошим мотивом для стабилизации нашего общества. Первое.